Привет друзья! Сегодня мы познакомимся с антидетект браузером AdsPower. Зарегистрируем учетную запись, скачаем, установим и создадим свой первый браузерный профиль. А также поговорим о фишках и преимуществах AdsPower. Поехали! Регистрация аккаунта. В AdsPower, как и в любом другом сервисе или онлайн программе, перед началом использования нужно зарегистрировать учетную запись. Для этого переходим на официальный сайт adspower.ru и жмем кнопку регистрация в правом верхнем углу. Вводим всю необходимую информацию, почту, код проверки, пароль и реферальный код, который вы можете видеть на экране для получения дополнительных плюшек. Если все поля заполнены правильно, то вы увидите следующее сообщение. Проверяем почтовый ящик, ищем письмо от AdsPower, открываем его и жмем кнопку активации, чтобы подтвердить нашу регистрацию. Аккаунт готов, идем дальше. Установка браузера. После регистрации аккаунта нам нужно скачать и установить браузер на свое устройство. Для этого переходим на страницу загрузки по ссылке adspower.ru.download. Скачиваем файл установки под свою операционную систему. Запускаем скачанный файл и выполняем процедуру установки. Она никак не отличается от установки любого другого программного обеспечения. Поэтому проблем возникнуть не должно. Авторизация в браузере. Установив и открыв браузер, мы видим окно авторизации непосредственно уже в сам браузер. Вводим данные, на которые мы регистрировались ранее, и жмем кнопку логин. Ура, авторизация прошла успешно. Мы наблюдаем интерфейс антидетект браузера AdsPower. В нем и происходит вся работа. Создание и управление браузерными профилями, настройка автоматизации, управление командой и многое другое. Одно из преимуществ AdsPower заключается в том, что вы можете протестировать платный функционал браузера совершенно бесплатно на протяжении 7 дней. Чтобы воспользоваться предложением, нужно нажать синюю кнопку на главной странице AdsPower. Пару мгновений и нам становится доступен весь функционал браузера. Создание браузерного профиля. Итак, теперь у нас есть все необходимое для начала работы. Давайте приступим к созданию первого браузерного профиля. Нажмите на вкладку управление профилями, а затем на кнопку создать. В открывшихся настройках нам предоставляется три варианта создания профилей. Единый импорт, пакетный импорт и быстрый импорт. Каждый из них применяется в нужных случаях, но пока мы остановимся на едином импорте. Единый импорт используется в том случае, когда вам не нужно создавать множество профилей или вы хотите настроить каждый профиль вручную для своих целей. Теперь разберем каждый пункт подробнее. Платформа аккаунта. Это заготовленные шаблоны популярных сайтов. Facebook, Gmail, Amazon, eBay, PayPal и другие, на которых вы собираетесь работать. Выбрав определенный шаблон, при запуске профиля будет открываться тот или иной сайт. В нашем случае Facebook. Проверка дублирования. Функционал, который предотвращает дублирование профилей с одинаковыми данными. Логин, пароль, куки, значение, c-user. Например, у нас есть 10 заранее подготовленных файлов куки от аккаунта в Facebook и мы импортировали 9. Затем импортируем последний, десятый аккаунт и случайно выбрали уже импортированный ранее файл, допустим, девятый. В таком случае Atspower не позволит создать десятый профиль. Таким образом можно избежать путаницу и дублирования профилей, а также не допустить бан аккаунта от банальной ошибки. Имя даем профилю для личного удобства навигации. Логин и пароль. Это логин и пароль от аккаунта, в который мы собираемся входить. Если ввести эту информацию, то при запуске профиля автоматически откроется сайт и она подставится в соответствующие поля. Куки. Поле для вставки файлов куки. Формат JSON или Netscape. Заметки. Поле для вставки любой текстовой информации. Настройка прокси. Меню настройки прокси сервера. Тут мы можем настроить уже имеющиеся прокси или выбрать из списка, который можно купить прямо в приложении Atspower. Тип прокси. Выпадающий список, в котором мы можем выбрать тип прокси для настройки по различным протоколам. Обратите внимание, протокол NoProxy означает, что вы будете использовать свой интернет и соответственно свой IP. Выбрать группу. Для удобства использования большого количества профилей. Вы можете их группировать, используя эту настройку. Например, помещать профили с Facebook аккаунтами в группу FB. Отпечатки браузера. Пожалуй, это самая важная настройка, поскольку именно для подмена отпечатков браузера мы и используем Anti-Detect Browser. Здесь не нужно владеть какими-то особыми техническими знаниями, чтобы правильно настроить отпечаток. Atspower сделает все за вас. Однако несколько моментов все же нужно понимать. Система. Фундаментальная основа для создания отпечатков браузера. Тут можно выбрать девайс, мобильный или стационарный ПК и операционную систему. Обратите внимание, мы рекомендуем использовать User Agent, соответствующий операционной системе вашего компьютера. Версия браузера. Выпадающий список, где можно выбрать версию браузера Chrome, который будет использоваться в профиле. User Agent. Меню просмотра сгенерированного User Agent. Вы можете изменить его на рандомный, нажав кнопку изменить. Вы также можете открыть расширенные настройки, чтобы изменить значение WebRTC, геолокации, языка, разрешение экрана, шрифты и другие настройки. Но это нужно только в том случае, если вы знаете, что делаете. В противном случае мы настоятельно рекомендуем не изменять что-либо из вышеупомянутого, а предоставить это AdsPower. Выполнив все настройки, нажмите на кнопку ОК, чтобы создать профиль. Открываем профиль и убеждаемся, что все работает. Другие фишки и преимущества AdsPower. На самом деле, создавать и управлять браузерными профилями можно в любом антидетекте, но выбирать его стоит из-за особенно полезных функций, коих в AdsPower действительно немало. Корзина профилей. Случайно удалили профиль, а в нем важная информация – не проблема. В течение 6 дней с момента удаления вы можете открыть корзину и восстановить нужный профиль в пару кликов. Покупка прокси. Не знаете, где взять качественные прокси? Мы знаем. Прямо в приложении AdsPower можно купить приватные статические IP многих стран мира, включая СНГ. RPA-робот. Чтобы рассказать обо всех возможностях RPA-робота, не хватит и нескольких видео. Если вкратце, то этот робот позволяет автоматизировать совершенно любые повторяющиеся действия, будь то фарм-аккаунтов или парсинг данных. Например, можно автоматизировать социальные сети, добавлять друзей, лайкать сообщения, публиковать посты, отвечать на сообщения и многое другое. Причем 30 готовых шаблонов автоматизации уже доступно каждому пользователю. Отчеты о данных. Анализируйте отчеты вашей рекламной деятельности Facebook прямо в приложении AdsPower. Для этого не нужно настраивать сторонние решения аналитики. Центр приложений. Каждому пользователю однажды может потребоваться то или иное расширение для комфортной работы или личных нужд. AdsPower продумал все наперед и разработал центр приложений. Причем больше не нужно вручную устанавливать расширения в каждый профиль. Всего в несколько кликов можно добавить или удалить нужное расширение сразу во все профили. Качественные отпечатки браузера. Ну и куда же без этого? AdsPower предоставляет только качественные отпечатки браузера, благодаря чему антифрут-системы практически никогда не замечают подмены, что в свою очередь позволяет спокойно выполнять свою работу. Тест на сайте pixelscan.net подтверждает эти слова. Хотим подчеркнуть, что в процессе использования вы еще не раз будете приятно удивлены простотой и одновременно мощностью этого браузера. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. С уважением, AdsPower.